Долго смотрел такими глазами, говорит, вы первые, кто к нам пришли с таким вопросом, и зачем вам это надо? Хозяин, когда первый раз услышал об этой затее, говорит, нет, друзья, спасибо. Мотор и убийца масел. Как-то вот прям насолить, ударить, заколотить и так далее, да? А видео есть? То есть куда опаснее наши дороги бензин. По сути, это такая старая крепкая школа. Не было ни одного случая, чтобы от масла лег мотор. Бренд Ноуз это, пожалуй, самый молодой бренд масла на рынке, верно, да? И с учетом вот текущего перенасыщения рынка моторных масел, если я не ошибаюсь, у России на текущий момент более 200 брендов зарегистрировано. Ну, уже, наверное, ближе к 300, да. Ближе к 300. Не возникало ли у тебя мысли, что вот данная идея выйти на рынок с новым продуктом, она будет обречена на провал? Точно нет, и, честно говоря, об этом не задумывался. У меня уже на тот момент состоялся мой второй проект по пневмоподушкам. Я понял, в какой-то момент поймался я на мысли, что мне масла нравятся. Я прям с удовольствием этим занимаюсь, я участвую на форуме. Так или иначе, увлечен на эту тему. Ну, раз мне так нравится, надо этим заняться. И вот тогда пришла в голову идея, концепция. И, возвращаясь к рынку России, на самом деле, рынок еще не насыщен, и тем более не перенасыщен. Да, особенно если равняться на Европу или другие страны. Я понял. То есть так смело решил шагнуть, и 300 брендов тебя не остановило. Такой уверенный прыжок в темноте, да. Отлично. Тогда что значит Ноус, и почему в качестве логотипа бренда ты выбрал Гориллу? Ну, Горилла, в моем понимании, с автомобилями вообще никак не ассоциируется. Что такое Ноус, и почему Горилла? Я придумал мой хороший товарищ, который мне очень хорошо помогает с этой маркой. Я первый раз, когда открыл его письмо, меня тоже несколько удивило, да. Я говорю, ладно, допустим. И буквально там через несколько минут или часов я полностью с этим вжился. Я понял, что да, вот это, наверное, есть тот символ, который хочется видеть. И плюс ко всему, потом уже, да, это себя оправдало, что это дикий резонанс. Где автомобильные масла, где масла, где автомобили, где Горилла? Ну, два совершенно разных мира. Люди не помнят марку Ноус, да, или вообще бренды не сильно запоминают. Масло с Гориллой помнят все. Ты решил сыграть на контрасте. Ну, в том числе. Запоминается. Да. Не боишься, что кого-то оттолкнет? Ну, вот Горилла все-таки такое агрессивное животное. Ну, очередное заблуждение. Горилла сильное животное, умное животное. Никогда не нападает первым. Только, ну, в ответ на какую-то агрессию. На самом деле, это весьма умеренное животное, которое никоим образом не агрессивно. Судя по таможенным накладным, масло разливается и привозится из Голландии. Совершенно верно. Из Нидерландов. Верно. Ну, Голландия и Нидерланды. Да, Голландия и Нидерланды. Верно. Почему нигде не фигурирует завод? Ну, завод фигурирует, да, в качестве аббреватуры. Для меня это было, честно говоря, большим и безумным открытием. Уже на самом финальном этапе, когда мы подписали контракт, мы согласовали рецептуру, которую месяцами мы там выверяли, да, ну, в том числе для Новости Титан. Много-много работы было проделано, и когда мы уже отдаем этикетки в печать, говорю, товарищ, вот эта вот наша этикетка, это наша марка, да, мы сами все это верстали. Говорит, завод, говорит, нельзя указывать нас как истинного производителя. Почему? Да, собственно говоря, почему, для нас тоже это было открытием, потому что, как правило, наоборот, частные марки не хотят указывать завод, потому что, ну, создают какие-то свои компании там в Германии, где-то в Европе, да, и сами выступают там в качестве производителя. Мы говорим, а в чем дело? У нас, ну, как бы, все по-честному, да, вы нам не готовили. Люди не поймут. Говорят в том, что в том числе по нашей марке есть в России покупатели, и это наша принципиальная позиция, в принципе, там, каким-то приватлэймблом не отдаем информацию о нас как о заводе-изготовителя. Это стало, там, моментом какой-то прям, ну, можно сказать, проблемой, и мы начали перебирать варианты, это же надо как-то вести таможить, все-все-все. Говорят, ну, у нас, среди прочего, есть одно юролицо, давай мы укажем его, да, как завод-изготовитель. Так меня это покоробило, я уже чувствовал тогда, да, пятая точка, что это будет прям вопрос и проблема, тем более, зная нашу позицию, полностью открытый рынок, кто мы, откуда, что у нас за продукт, из чего состоит, да, и тут единственный такой гвоздь торчит, да, что где истинный завод? Но, как оказалось, ну, не такая уж и проблема, да. Многие сказали, ну, да, почему нет, и правда, мало кто там указывает, кто истинный производитель, все прячутся или за своими какими-то юрлицами или чем-то еще. Продукт классный, да, мы в тебе уверены, все, победа. Ну, на самом деле история так себе, вот, на самом деле, но мне кажется, если завод блондирует кому-то что-то еще, может быть, он не хочет быть известным потому, что блондирует какую-то продукцию, ну, каким-то более известным маркам и не хочет составлять конкуренцию твоим брендам? Ну, в том числе. Ну, я в маслом бизнесе давно, да, до того, как занялся своим делом, работал в одной тоже частной марке, и будучи на экскурсии в разных заводах, я видел, что эти маленькие заводики там, голландские в том числе, кому и что только не упускают. Это Европа и Япония и все-все-все. И многие даже не догадываются, да, где на самом деле это произведено. И это не всегда частные марки, иногда это большие компании, которым какое-то уникальное масло дешевле изготовить где-то на маленьком бленде, да, нежели там чистить полностью свой конвейер и прогонять себя. Ну, ладно, бог с ним, с заводом. Разливают, разливают, привозите. Завод современный, технологичный, все круто. Что с крышками? Почему вот эта беда? Почему текут крышки, да? То есть мы сейчас говорим, что современный завод, Нидерланды, все классно. Европейская каждая. А, да, я вот посмотрел и сам, когда брал на тест, бывает все хорошо, а бывает масло протекает. А о каком качестве тогда можно говорить, если, ну, крышка? Сразу закрыто сомнение, да? Да, то есть я визуально сразу вижу, что есть проблема, а тогда что там внутри? Вот с чем это связано? Что с крышками? Это какое-то безобразие, да. На самом деле масштаб проблем, он мизерный, да, но когда приходит такая посылка, это сразу дико резонирует, да, и люди там начинают об этом активно писать, говорить. Это одна там из ста канистры, да, одна из пятидесяти, ну, то есть крайне мало. Но это сразу прецедент, это сразу как бы, у человека там какой-то негатив, это сразу выбрасывает, выплескивает, да. Если бы сам получил такую канистру, безумно. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть сразу возникает вопрос к содержимому, если тут сразу визуально такая беда. В чем проблема? Мы с этим долго разбирались и отправляли на завод фото-видеоматериал, там, какие-то наши предположения. Они начали изучать снова свой конвейер. Говорят, у нас нету проблем с этими крышками. Эта крышка идет там на десятки разных канистр. Крышка одна и та же, упаковка разная, да, 4-5-литровые, совершенно разные модели канистр. Говорят, но с вашей тарой, именно вот с этой, да, наш темный графит, с этой формы канистры мы работаем впервые. И вот сейчас буквально через несколько дней к нам выезжает новая партия Титана, где этот момент будет полностью отрегулирован. Они разобрались, в чем было дело. Был неправильно настроен винт на конвейере, да, который не в полной мере некоторые крышки докручивал. Этот момент отрегулировали. Все-таки косяк не тары, не крышки, а это получается нюанс завода. Технический момент, да, просто на каком-то этапе что-то пошло не так. Ладно, будем смотреть, проверять. Подскажи, пожалуйста, а почему ты не пошел по пути многих производителей, блендеров, которые перенесли свое производство в Россию? Ведь это отсекает кучу проблем. Зависимость от курса евро, вот эти проблемы с таможней, старой. Ну, конечно. В конце концов, издержки на порядок ниже. Издержки ниже, цена ниже, либо маржинальность можно поднять. Почему не хочешь в России площадку найти? Тут сразу несколько моментов. Честно скажу, даже не рассматривал производство в России, да. Но, наверное, первое и главное, до сих пор тянется шлейф, там, 90-х, нулевых годов. Люди не доверяют многим отечественным брендам. По понятным причинам, да. Действительно, у них есть в Ассортименте прям очень хорошие продукты, а есть не очень хорошие продукты, да, и до сих пор они наверняка есть. Молва осталась, люди не очень им доверяют, да. Плюс ко всему, выпуская по-настоящему хороший качественный продукт, для него сырье завозится импортное. Пакеты присадок, хорошая база. То есть выпустить титан было бы не дешевле, а может быть даже дороже в России, чем привезти его из границы. Потому что была бы та же таможня, та же доставка, условно, да. Понятно, это у них там в своем объеме, но тем не менее. И с российским производителем работать гораздо сложнее. Да и объем, да и партию, в конечном итоге, ну, это просто бы не состоялось. То есть бизнес по-русски, да, получается? Ну, это, к сожалению, да, я сам очень хорошо отношусь ко многим российским предприятиям, но это прям тяжело. Куда проще, лучше и надежнее договариваться с иностранным партнером и, что немаловажно, стабильно повторяющиеся качества. Вот титан, он, как пришла первая партия, такая же будет вторая, такая же будет десятая. Значения будут расходиться на какие-то там статистические доли. Это всегда будет повторяемый качественный продукт. К сожалению, в России это не всегда работает. Качество продукции мы вернемся. Такой вопрос был, чуть-чуть попозже его затронем. Ребята, которые интересуются твоей продукцией, задают вопрос, попросили задать. Я почему спросил про площадку, где масло разливается. Используют ли завод, вот этот вот секретный технологичный завод, который масло тебе разливает, так называемые регенеративные масла. То есть в Европе эта тема, ну так набирает популярность и давно уже. То есть по-русски говоря, кто не знает, собирают отработку масел, очищают и используют в производстве новых масел. И ребята интересуются, коль завод европейский, а нет ли там каких-то вот этих моментов, что в масле новус... На самом деле не новое масло. Не новое масло. Это законодательный момент Европы. Это не к тебе вопрос, а вот... Это законодательный момент не Европы, а конкретно Германии. У них на законодательном уровне закреплено, что определенный объем масла должен содержать не менее определенного объема очищенного, бывшего употребления масла. В случае с Голландией такого закона нету. Я отдельно интересовался у нашего завода, именно конкретно задая этот вопрос. Может ли быть вероятно, что в базе используется что-либо там, какое-то не новое сырье, в том числе отработанное масло. Они говорят, что в принципе это исключено абсолютно. Они работают только полностью с новыми базами. А мы на слово им должны верить? Или это где-то в контракте, в договоре прописано? Ты знаешь, это в контракте не прописано. Но зная их подход, люди настолько ментально, вообще по-другому, другими категориями мыслят. Если они сказали, что будет вот так, да, сомневаться в этом и приходится. Потому что иной раз я спрашиваю о каких-то там безобидных вещах. Я говорю, а можем там что-то указать в маркировке вот так? Ты говоришь, ни в коем случае это не соответствует в действительности. Я говорю, может быть, но это не соответствует в пользу покупателя. То есть мы даем ему лучший продукт, а на самом деле пишем, что там, что другое. Говорит, нет, нет, еще раз нет. Масло Новус – это твоя уникальная рецептура или это продукт завода, который он льет всем желающим под маркой Privat Label? Хороший вопрос. У нас что получилось? Мы пришли на завод, говорим, друзья, нам нужны вот такие вот масла. Говорим, часть продуктов нам нужны вот прям с такими характеристиками. Они крайне стандартные, да. Если посмотреть на Новус Титан, который сейчас активно продается и уже полюбился многим автолюбителям. Скайлайн – это тоже Титан, но только в вязкости 540. И 504-507. Вот эти масла сделали по нашему техзаданию специально под нас. Ну, отчасти это и затянуло приход Новуса на российский рынок, потому что это потребовало прям очень много времени. Завод на нас долго смотрел такими глазами. Говорит, вы первые, кто к нам пришли с таким вопросом и зачем вам это надо? Говорит, ну, нам нужен классный продукт, который будет работать и в Краснодаре там в какую-то неадекватную жару, да, и за полярным кругом, и чтобы наш автолюбитель был полностью уверен, что все будет круто и здорово. Я говорю, допустим, база Power of Stair, она как бы не новая, да, давно уже десятилетиями известна. Пакет присадок – это один из возможных пакетов присадок – лубризол. То есть его не сверстали заново. Это пакет, который соответствовал нашим требованиям и который позволяет использовать Power of Stair. То есть в целом, собранный из пакетных ингредиентов, продукт стал уникальным. Именно в общем составе, да, то есть по отдельности он используется где-то, 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 но вот в таком комплексе он стал самобытным и полностью уникальным. Ильдар, подскажи, пожалуйста, вот такой момент, если вы сами принимали участие в разработке рецептур, ну, не сами, понятно, технологи, но давали задание, да, заводу, что мы хотим такое масло. Почему тогда вы не сделали продукт на современном пакете присадок, вот, судя по вашему маслу, это такое масло, крепкое масло старой школы, не современное, да, вот почему так? То есть по сути это такая старая крепкая школа. Ну, старая в кавычках. Ну, да, посмотрим вокруг, да? Одежда, бытовая техника, автомобили, двигатели автомобилей, все становится одноразовым. Ну, прям, нет слов, да, ты, если раньше покупал там чайник, вот я десятилетиями служил, да, сейчас там год-полтора-два и что-то сгорело и не чинится, да. Примерно то же самое происходит с маслами. Как бы общий мировой тренд на все. Это масло было сделано для того, чтобы любой мотор, даже современно технологичный, не самый ресурсный, можно было использовать максимально долго. Да, нету там каких-то супермодных сульфанатов, там, что-то еще. Вот этих вот модных слов все. Да, да, да. Но это дорого. Этот пакет, он, ну, старым называют, наверное, не совсем хорошо, он классический. Классический, я старым в кавычках, да, что старая школа. Это старый проверенный пакет, который действительно может в полной мере защищать и работать здорово. Поэтому, ну, наш продукт, в принципе, не для каждого, да, он для ценителей или для тех, кто вынужден или хочет разбираться в маслах и хочет продлить свой мотор. Вот этот продукт именно для этого и создан. Будет интересно твое мнение чуть-чуть попозже, что касается этого масла именно в новых автомобилях. С прямым впрыском у людей много вопросов, мы сейчас к этому подойдем. А подскажи, пожалуйста, вот коль завод озвучивать нельзя, какое базовое масло, чье базовое масло используется в продукте? У нас что получилось? Завод, он, как любой другой европейский завод, они достаточно корсервативны, да, и дают минимум информации. Они нам дали развертку по нашему маслу, да, потому что оно создавалось именно для нас. Есть у нас, например, два других продукта, да, гидрокрекинговые, они серийные заводы. По ним мы не можем получить почти ничего, да, если по цветам все известно. И на вопрос… Линейка на PowerStare. Коллеги, а какие базы используют, да, кто поставщик базы, кто поставщик присадок, они всегда так очень лаконичны и короче, как отличают. Дело в том, что мы, как производители, не можем это разглашать, но мы работаем со всеми там первыми крупнейшими компаниями, да, куда в том числе входит Лубризол, прочие-прочие-прочие, также мы работаем и с базами Shell, и ExxonMobil, и Nesti, и другие. Я так понимаю, базовое масло зависит от текущей стоимости, ну, как это правильно там называют, тендера, да, завод тоже, видимо, покупают масла у разных производителей, там будет зависеть от цены, и вот эта вся история, то есть база масла может меняться. Мне кажется, это работает немножко по-другому, да, я как производитель резинно-технических изделий, да, мой второй проект, был глубоко, да, в это вовлечен, и для меня открылось производство еще там какие-то годы назад совершенно с другой стороны. У меня несколько поставщиков резинно-смесей, несколько поставщиков различных комплектующих, прочего-прочего-прочего. Это делается в том числе, чтобы разнести риски. Это и могут быть повышения стоимости, это может быть какие-то проблемы у конкретного поставщика в данный конкретный момент времени. А есть еще такие категории, что вот эта вот категория у этого завода получается, а другая нет, и мы здесь берем хороший продукт, и здесь берем хороший продукт. Но полностью переключиться на один, чтобы брать и один продукт, и второй в лучшем качестве, так вот это не работает. Окей. Почему в твоем масле нет молибдена? Вопрос цены или каких-то убеждений? Молибден же любят люди в масле. Молибден любят, у меня, знаешь, есть какие-то личные симпатии, антипатии, да, в том числе. Я всегда к молибдену относился очень так осторожно, мы стоим осторожен. Да, интересная пересадка вроде дает там какие-то определенные преимущества, вопрос ни в каком образом не цены, да, если посмотреть на наши продукты, гидрокрегинговые или титан по Уэстеры, они в своих категориях одни из самых дорогих по себестоимости. Еще отбросив доставку, там прочее, просто сам по себе продукт уже стоит очень существенных денег. Добавить молибдена, это бы не сказалось никак. Завод меня говорил, говорит, друзья, в этом пакете присадок настолько все максимально здорово, что не нужен там молибден, это будет уже скорее плохо, чем хорошо. И там очень хорошие, сильные технологии, с большим удовольствием с ними занимался созданием этого продукта. Я говорю, друзья, я вам абсолютно доверяю, да, давайте без молибдена. Ладно, позиция понятна. Аудитория твоего масла, я собрал некоторые вопросы, вот один вопрос, так скажем, из зала. Планируешь ли ты создание масла на ПАО Эстер классификации А5-Б5, то есть, ну, более современный, энергосберегающий, который подходит огромной массе современных машин? И будет ли, собственно, продукт вязкости 5.40 вот такой крепкий? И вообще планируется ли расширение линеек, ну, дальнейшее? Безусловно. А5-Б5? Концепция следующая, да, если говорить про титан, то он уже разработан в вязкости 5.40, это новый Skyline, и мы привезем его на стыке первого и второго квартала следующего года, то есть прям в обозрим будущем. А дальше концепция следующая, безусловно, энергосберегающие масла А5-Б5 набирают обороты, да, в силу того, что новой техники, которые требуют экспедиции, все больше, обязательно будет. И концепция марки следующая, что в одной категории, например, А3-Б4, у нас два продукта. Супер топ по УСТР и максимальный пакет, и тоже максимально возможный пакет присадок в сегменте, если так можно выразиться, эконом, гидрокрекинг. То же самое будет со всем остальным. Это будет и А5-Б5, топовый продукт, плюс гидрокрекинговый аналог, и так вот мы пойдем расширяться, покрывая полностью запрос автолюбителя, да. Для кого-то цена не важна. Он может ездить там на старом автомобиле, не важно, экономит в принципе деньги или нет. Ему надо, чтобы был очень классный продукт. Для кого-то это, безусловно, важно, да, но он все-таки ищет какой-то компромисс между стоимостью и качеством. Для них будет гидрокрекинговая аналога. Примерные сроки новой линейки сможешь назвать? Смогу. Дело в том, что многие сейчас, да, это очень частый вопрос. Энергосберегающее масло, там, малозольное масло. Да, оно популярно, и такие машинки действительно все больше и больше. Но если взять всю долю рынка, таких масел в объеме продаж крайне-крайне мало. Порядка, сейчас статистика немножко поехала, но где-то от 60 до 70 процентов всех моторных масел это продажи в категории 5.30, 5.40, а 3, b, 4. И все оставшиеся проценты делят все остальные масла. То есть, безусловно, этот продукт важный, нужный. Он будет у нас во второй половине следующего года. Вторая половина следующего года. Замечательно. Вот у меня тогда такой вопрос возникает. На текущий момент официальных допусков у масла нет. Это понятно. Есть соответствие. Но, да, я прочитал на форуме, что ты в ближайшее время, ну, либо в ближайшем будущем планируешь получить эти допуски. Ну, мы знаем, что это сделать не так сложно на самом деле. Но возникает один момент. Допустим, взять тот же популярную линейку Титан, которая людям очень нравится. Она сделана на нетиповой рецептуре. И получить допуск туда стоит, ну, достаточно, достаточно большое количество денег. Как на него не будет допуск получаться, либо рецептура меняться будет. То есть, он из спецификации, если я не швозь, по фосфору вываливается, да? Да, да, да. И на него допуск официально не получить. Фосфор, процедурусная присадка, да, ему добавили больше, чем требует СН. Да, да. Он попала с оговорочкой в СН, но на самом деле это СМ, да, полноценный. Не будет официальных одобрений и спецификаций по новосу. Или никогда, или очень-очень долго. На форуме, может, меня кто-то неправильно понял, да? Я всегда говорил, что, ну, это не имеет абсолютно никакого смысла. Будет вот этот документ, не будет. От этого к нам не придут официальные дилеры или кто-то еще, да? Потому что наш продукт, в принципе, другой лосковской категории, да, кто покупает наши масла, для них абсолютно не важно, есть он там в официальном листе Мерседес или Фольксваген, поэтому, а себе наступать на хвост и тратить на это деньги, за которые потом заплатят в конечном итоге автолюбитель, ну, это лишено всякого смысла. Согласен, мы про допуски рассказывали. Вот подскажи еще такой момент. У тебя в линейке масла, маловязкие масла отсутствуют. Те масла, которые есть, они достаточно такие крепкие, когда сгорелые такие сильные. Подскажи, пожалуйста, это философия бренда, то есть отсутствие маловязких масел, это философия бренда вообще, как ты к ним относишься? Ну, либо вот эти масла будут появляться там 0,20 для гибридов и так далее. Обязательно будут, да, как недавно обсудили. Дело в том, что объем продаж таких масел, он крайне низкий. И нам пока нужны продукты, которые пользуются повышенным спросом и популярностью, да, поэтому мы везем в первую очередь А3Б4, 530, 540, в первую очередь эти масла. 0,20 маловязкие энергосберегающие будут обязательно. Как ни крути, это рынок этот есть, он увеличивается, развивается, этих автомобилей японских, американских все больше, больше и больше. Ну и также 0,20 будет в том числе супертоп и доступный продукт. Окей, вот смотри, коль ты упомянул про японский, корейский, американский авто, я когда изучал информацию по твоему бренду, заметил, что люди активно интересуются и я думаю, им было интересно твое мнение, твои рекомендации. Вот есть, мы говорили про рынок, ну, у нас рынок автомобилей, он довольно, так скажем, поддержанный, да, и сильные масла там, да. А что делать, если у меня новый японец, кореец, либо американец, могу ли я туда заливать титан, который вот по фосфору, ну, многих останавливает. Зала. Зала, пакет присадок, да, что да, он крепкий, но якобы в современных автомобилях вот эти вот все системы, которым будет очень плохо от этого. Погибнет сразу. Погибнет сразу. У меня мнение есть свое на этот счет, да, ну, я думаю, людям будет интересно послушать твое мнение, видение вот этого вопроса. Это очень частый вопрос, да, я нередко сам разговариваю с людьми или консультирую, люди обращаются, говорят, я прочитал на форуме, ну, полнозольное масло, прям полнозольное, да. Все, конечно. Зала, конечно, она даже не к верхней планке, она чуть выше среднего, на самом деле это немного. Люди боятся. Катализатор штука дорогая, мотор штука дорогая, ну, наш автопарк в России сейчас, наверное, где-то среднего автомобиля 13-15 лет, то есть люди покупают и многие достаточно долго его эксплуатируют, надо, чтобы машина была надежная, да, и масло там, тем более, оно должно защищать, а не там выводить из строя какие-то элементы, агрегаты. Вот эта зала, которая есть, мне кажется, это просто вот фантики, то, что прилетает от масла в катализатор, то есть куда опаснее наши дороги бензин, качество бензина. К сожалению, заправляясь иной раз даже на брендовых запраках, не всегда там бензин лучшего качества, а бензин напрямую летит, он весь объем прокачивает через выходную систему. Вот это, вот этого надо бояться, да. Масло даже с повышенной золой, но практически никак не скажется на ресурсы катализатора, мотора в целом, то есть абсолютно смело можно заливать, и из личного опыта, да, у меня проверка на автомобиле 225 тысяч километров. У меня родной катализатор, абсолютно исправный. Ну, то есть дело не в масле, а я всегда заливал масла с повышенной зольностью, всегда были нулевки, тридцатки, такие очень крепкие, хорошие, абсолютно исправно. А почему ты делаешь выбор в пользу таких крепких полнозольных масел, ну вот что касается твоего, кстати, на каком автомобиле ты ездишь? У меня в Volkswagen Jetta, хороший добротный автомобиль. Volkswagen Jetta, да, и ты все время в него лил полнозольное масло. Всегда, да, очень крепкое, да. Буквально, кратко, почему? Почему полнозольное? Ведь сейчас и анализы показывают, что маловязкие, энергосберегающие масла, они тоже защищают. Что-то могут. Да, что-то могут. Мое мнение, зрители знают, вот буквально в двух словах, почему ты выбираешь полнозол? Что такое экологичное масло, да, а тем более малозольное? Это, да, может быть отчасти технологичный продукт, но это продукт, заведомо обрезанный в чем-либо. В пакете присадок, в челочном числе, что-то еще. То есть мы покупаем, покупаем малозольный продукт, мы покупаем заведомо, ну, какой-то компромисс, да, вот между экологией и защитой нашего мотора. Чтобы продукт был с большим пакетом противозонных присадок, с большим ресурсом, да, который может переварить в том числе, там, какой-то неадекватный бензин, должно быть много разных элементов, которые напрямую влияют на зольность масла. Поэтому, зная все это как продукт изнутри и понимая, да, что надо, чтобы моторчик ходил долго и безотказно в любых условиях. Всегда использовал только самые крепкие, хорошие продукты. Вот резюмируя все вышесказанное, я подытожу, и владельцы азиатских автомобилей, да, и других автомобилей, куда подходит масло, ноу с титан, то есть они могут в новые автомобили совершенно спокойно его лить и ничего не бояться. Верно? В целом, да, безусловно, есть моторочки какие-то там суперсложные, да, или что-то еще, куда все-таки надо изучить. Но большинство, подавляющее большинство тех автомобилей, которые сейчас корейские, азиатские, японские, американские выходят, где рекомендуется среднезольное масло или энергоизберегающее, 95% из них смело можно заливать в наши полнозольные продукты, и это будет куда лучше по защите от взноса, чем вот все прочие официальные рекомендованные продукты. Окей, то есть, я так понимаю, мы можем спокойно заливать, ничего не бояться. Какая в этом случае гарантийная политика твоего бренда и вообще, ну, гарантийные обязательства, и вообще были ли какие-то вот гарантийные случаи, вообще что-то случалось, ну, такое вот резонирующее, не знаю, мотор у кого-то сломался еще, ну, либо проблемы возникли, и если да, то какая позиция бренда в этом направлении, именно гарантийных обязательств? По новому словам, подобных случаев не была, да, маркет чуть больше года, из личного опыта, ранее там коллеги по автобисту или что-то еще, да, не было ни одного случая, чтобы от масла лег мотор. Такие вопросы обязательно будут решаться быстро и в частном порядке. Это обязательно будет просмотрено полностью обращение, взята экспертиза, если надо, сделаем экспертизу мотора, и если окажется, что да, действительно там наш продукт положил этот мотор, то ремонт за наш счет, да? Ремонт за наш счет, отлично. Будешь ли ты развивать дилерскую сеть? В комментариях часто вижу, как купить это масло в Казахстане, в Беларуси, ну и... Где-либо даже по России. Да, где-нибудь по России, но и, как ты понимаешь, заказывать, ждать транспортную неудобно. Неудобно приехать, не мне, ну, зрителям, да, которые интересуются. Приехал, купил, поменял. Вот планируется ли развитие каких-то дилерских центров, я не знаю, дилеров, и чтобы масло было можно в наличии сразу брать, покупать и не ждать. Приехал в магазин, купил и поехал. Совершенно верно. Точно нет. Поясню. Поясни. Я давно работаю в этой бизнесе, да, и когда пытался даже, там, каким-то хорошим коллегам, партнерам или новым маркам помогать, ну, где-то, ну, просто на дружеской основе, да, и сводить между собой представительства или больших дистрибьюторов с региональными компаниями, товарищ, который региональный дистрибьютор, да, разных марок, говорит, я даже извини, не возьму, можешь даже нас не знакомить, мы не будем это брать. Мы не возьмем это ни в деньги, ни под реализацию, даже если нам дадут на реализацию, еще денег дадут. Мы не будем это продавать. Я говорю, почему, вы работаете там, ну, да, это именитая компания или не очень, но добавьте еще одну марку, да, и все, дело пойдет. Говорит, люди не покупают. Мы приезжаем в магазин, вы стоили куда-то еще, Shell Model Control, Shell Model Control. Очень тяжело там пытаются продвинуть какую-то там марку, может, на личных отношениях конкретно менеджера, да, с конкретным магазином. Даже продав туда, магазин или ИСТО не могут продать конечному потребителю. Он говорит, что вы мне вообще предлагаете, что это такое, зачем мне это надо? И стало понятно, что эти товарищи, они по большому счету и не нужны. Наценка для них всегда предусмотрена у каждой марки, у каждого представительства. Надо дать дистрибьютору, надо заложить интерес оптовика, надо дать определенный какой-то процент магазину ИСТО. В ИСТО просто так не придешь, надо с каким-то инвестиционным пакетом, что мы тебе даем подъемник, там, не знаю, съемник, инструмент или что-то еще. То есть начинают выкручивать руки. А еще нам надо, чтобы наценка была там 50+, да, магазин ИСТО, да. И мы так прикинули, прикинули, Титан бы стоил так неадекватно больших денег, да, если мы разложили по классической цепочке. Стало понятно, что интернет-торговый на сегодняшний день позволяет исключить этих товарищей совершенно. Есть мы, есть классный продукт, и мы напрямую, да, там, посредством интернет-логистики продаем куда угодно. Действительно, ну раз кто-то говорит, а как-нибудь, вдруг мне там литрушка нужна или что-то. Я говорю, ну ты же знаешь свою машину. Я говорю, да, знаю. Есть расход? Ну, там, кто-то говорит, нет, нету. Кто-то говорит, ну да, там, 500 грамм на 10 тысяч, например, да. Я говорю, ну возьми на литр больше, чем обычно берешь. У тебя всегда будет, скорее всего, она тебе не пригодится, да, у тебя всегда будут с собой багажники, ты можешь быть абсолютно спокоен. Он говорит, кстати, да, почему бы и нет. То есть нет, у нас не будет, как таковых, дистрибьюторов, магазинов, СТО. Мы продаем только через интернет. Эмикс, Экзист, Автодок, Маркетплейсы, Айзон, сейчас разговариваем с Вайтберрис и так далее. То есть мы продаем с коротким плечом от себя сразу в руки автолюбителя. Поэтому наш продукт, а он по себестоимости, ну, конкретно дорогой. Но для автолюбителя он стоит очень разумно денег. Тогда подскажи, пожалуйста, следующий момент. Ты заговорил про продажу масел в розницу, там, Мобил, Шел, Тоталь, да, это одни из самых, на мой взгляд, подделываемых марок масел. Будет ли какая-то защита от подделки у твоего бренда? Или именно вот эта политика торговли напрямую будет это все исключать, и ты не будешь этим заморачиваться в дальнейшем? Знаешь, ну, раз там, ну, и сразу, да, как мы только вышли на рынок, люди начали присылать фотографии. Я купил ваше масло, а вы можете сказать, оно поддельно или нет? Ну, меня это искренне улыбнуло, да, и так, все равно год назад, да, там, едва-едва продавалось. Конечно, никто не будет подделывать очень-очень долго еще. Продажи через интернет, это не будет залогом того, что оно оригинальное, да? Если он пришел к нам на сайт и купил от нас напрямую, да, он получил из первых рук. Если он купил на Озоне и видит, что продавец мы, да, он тоже получил из первых рук, да? Но со временем могут появляться какие-то варианты, да? Человек может не знать, да, у нас он купил, но у нас на ближайшие несколько лет это абсолютно невозможно, да, то есть подделок точно не будет. На тот момент, когда мы уже придем на сколько-нибудь узнаваемость, сколько-нибудь там, пусть минимальный, но какой-то процент рынка, к тому моменту уже разработаем однозначно быструю, понятную для всех за счет от подделок. Да, к сожалению, там, СМС-коды, что-то еще, ну, никак не гарантирую, да? Люди, ну, раздержали там, точно знают конъюстр подельного масла, пробивают по СМС, и им система выдает ваш продукт новый, оригинальный, настоящий. Это может быть какая-то интересная голограмма, которая, например, будет меняться там раз в несколько месяцев, да, и точно можно сопоставить, что вот такая партия масла была выпущена с такой голограммой и прочее, прочее, прочее. И это должно быть что-то динамичное. Конкретная партия с конкретно какой-то уникальной маркировкой. Ну, к тому моменту, да, уже будет твердая концепция и понимание, как это сделать. Я так понимаю, сейчас масло закончилось, и идет вторая партия масла, да? Если говорить про титан, да. Титан закончился. Вот придет вторая партия масла. А как нам убедиться, что пришла вторая партия масла, ты первую сделал классную, сильную, все кайфанули, а вторую уже решил сэкономить и... Надо заработать, да. Да, ну, надо зарабатывать, это естественно. Как вот нам убедиться, что с этим маслом будет все в порядке? Действительно, едет вторая партия, выезжает буквально завтра с завода и 7-14 дней на доставку к таможню. Как только придет партия, мы сразу снова отправим в МИЦГСМ, в УРЦ и прочих лабораторий, и снова масло развернем, ну, собственно говоря, на полную, да, по всем показателям, всю физику и химию, где будет абсолютно тот же продукт, что была первая партия. То есть наш продукт, если хоть немножко выделить там буквально полчаса форуму или, в принципе, интернету, можно найти огромное количество самых разных экспертиз, отзывов, там, опыта эксплуатации или что-то еще. Мы обязательно будем делать дальше и анализ свежих масел, и отработок. Если вдруг хоть что-то где-то изменится, это мгновенно станет понятно. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы все продукты были именно в том качестве, которое мы заложили изначально. Предложение из зала. Я думаю, наверняка ты знаешь дядю Витю, пенсионер 24, знаешь его вот этот прибор, кристалл 850. Я знаком с его творчеством, да. Да, а как ты относишься к таким тестам? Давай отправим дядю Витю на тест, потому что люди ему доверяют, человек независимый, и у него на самом деле очень много известных и популярных масел, я думаю, ты в курсе, валят вот этот тест. К нему можно относиться, к этому методу исследований по-разному, но сам факт, да, мне очень нравится, потому что я смотрю на эти азиатские масла, мы их когда тоже морозим, они действительно валят. Есть другое мнение, да, специалистов ребят соил-клуба, которые говорят, там нужен кэнон определенный, определенное устройство, и там все будет хорошо. Но вот мы когда делали, я все-таки больше дяде Вите доверяю, да, вот именно в плане, что да, действительно есть. Слышал, видел, как ты относишься к этому методу измерения, и готов ли ты отправить литрушку масла, но которую мы купим сами. Не у тебя возьмем, как у ответственного лица, который нам туда что-то может, а если мы купим, мы отправим ее. Запросто. Слушай, я безусловно, да, так или иначе знаком с его творчеством, потому что неотъемлемая часть на сегодняшний день интернет своего общества, ютуба прежде всего. С большим интересом наблюдаю за ним, да, и раз какие-то действительно есть провальные вещи. Я в своем продукте уверен на 100 из 100. Давай сделаем такой эксперимент. Можно купить абсолютно в любом источнике, да, где продается наше масло, и напрямую к Минсионеру 24. Я уверен на все 100, да, что наш продукт покажет себя, ну, как всегда, достойно, да, согласно нашим тех характеристикам. А по поводу оборудования, действительно, есть такой нюанс. У него кристаллу, ну, во-первых, вопрос, да, откалиброван или нет. Во-вторых, зная эту модель, действительно, там есть определенные моменты, где определенные базы или определенные характеристики у него на тесте могут проваливаться. Действительно, у него эта штука необъективная. Но у нас продукт настолько с большим запасом превосходит все требования, там, любые прокачки, все что угодно, что он покажет отличный результат, даже, там, на таком оборудовании. Ильдар, подскажи, пожалуйста, помимо лабораторных тестов, лабораторных анализов каких-то, какими еще методами вы тестируете, нагружаете масла. Потому что, ну, масло на бумажке, цифры на бумажке, они не всегда говорят о том, как качественно и хорошо масло отработает двигатель. Как вы и мучаете ли вообще масло, помимо лабораторных испытаний, именно реальными какими-то вещами? Там, жарите, парите, ну, еще что-то делаете? Знаешь, я всегда обеими руками за практику, да, за какой-то живой натуральный тест, то, что действительно можно сделать, по максимуму испытать, ну, как-то вот прям насолить, ударить, заколосить и так далее, да. Только в реальных боевых условиях действительно проявляются какие-то моменты, и продукт или показывает свое качество, или какие-то недоработки. Что мы для этого только не делаем? Наша задача была обосновать, что наш продукт, там, не для розового, там, маленького автомобильчика, да, а что может работать действительно с тяжелыми категориями. Мы взяли турбированный, форсированный Audi RS3. Хозяин, когда первый раз услышал об этой затее, говорит, нет, друзья, спасибо. Я говорю, а на чем ты ездишь? ВАК 030. Я говорю, ты понимаешь, что наш продукт, ну, не то чтобы нагло, но он прям заметно лучше, да? Ты это поймешь и сам, и ты увидишь это на экспертизе. Несколько месяцев мы с ним разговаривали. Он в какой-то момент говорит, слушай, пожалуй, да, да, ну, особенно почитав экспертизу своего клуба, ну, как-то получив какой-то формат. Мы загнали машину на стенд, мы залили масло. Он, в принципе, RS3 покупает не для того, чтобы спокойно ездить, да? Он и сам динамичный водитель. Плюс ко всему мы поехали на автодром, где профессиональный пилот. Два часа, прям от звонка до звонка, он ни на минуту не останавливался, сгонял эту машину там, как только возможно. А видео есть? Да, есть у нас на канале хороший видеоролик. Есть видео. Да. Мы приехали туда на совершенно нормальных шинах, за два часа укатали их на смерть, машина тут же поехала за новым комплектом. Сдали на экспертизу суперский результат. Мы залили масло Mercedes Sprinter, да, как-то другая категория, вот турбированный форсированный мотор, а вот коммерческий транспорт дизельный, ну, как бы из двух разных миров, да, другая нагрузка, другие режимы эксплуатации. Мы заливаем титан, и мы хотели искренне потягаться с большой маркой, да, которая была залита там. Хозяин тоже вначале был осторожен, он говорит, я использую только лучшие продукты, не надо. Потом, говорит, ладно, хорошо, допустим. И когда он увидел, что было залито в его моторе, хотя он думал, что это там суперклассное масло, оказалось, что это подделка, ну, самое натуральное. Он был в искренне культурном шоке, я даже не знаю, что он сделал с теми товарищами, которые ему заливали это масло, но он сильно опечалился. Это лабораторный анализ показал, что было поддела, отработки. Да, 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 совершенно верно. И, но мы все равно на этом эксперимент не закончили, да, не получится сопоставление, но мы все равно залили наш титан, машина прошла 10 тысяч, и буквально в ближайшие дни будет готова экспертиза. Она уже на прошлом деле улетела в ВРЦ, и мы прям очень-очень быстро увидим, что же происходит на самом деле, как наш титан отработал в спринтере. И хочешь что-то показать, покажи на личном опыте, да, как это работает. Как только приехал титан и ноус в Россию, я сразу залил свой автомобиль, да, потому что один из частых вопросов, а ты себе его заливаешь, можно ли там доверять, да, и понятно, что если человек не использует на себе, все, на этом все. Я уже полтора года езжу на Титане, и до этого использовал всегда хорошие, по-моему, масла. Ну, как минимум, там, порядка 40-50 тысяч я проехал именно на Титане. И хочу вскрыть свой двигатель, а у меня пробег 225 тысяч, да, вскрыть клапанную крышку, скинуть поддон, достать вкладыши, или скинуть головку, или залезть в цилиндропрошневую группу эндоскопа. Изнутри показать, что 200 тысяч для автомобиля, это откровенно немного. Я абсолютно уверен, что у него будет состояние там нового или около нового двигателя, и мы увидим это изнутри. В ближайшее время буду этим заниматься. А где можно последить за этим моментом? Ну, самое простое и понятное, это зайти к нам на YouTube-канал. А у вас есть YouTube-канал? Да, совершенно верно. Извини, я просто не знал. И если есть интерес к этому проекту, приглашаю тебя в нем активно поучаствовать. Мы найдем СТО, и будем прямо на горючего все снимать, как есть, да, можем даже там постараться одним кирпичом. Практика, она всегда практика, да, когда ты вскрыл и посмотрел. Вот, да, не то, что там мы где-то в теории или там экспертизу посмотрели. Экспертиза, конечно, показывает, да, анализ металла. Но здесь, когда ты сам видишь своими глазами и можешь откаливировать, посмотреть, да, а действительно, какой-то там, ну, например, толщина на вкладышах, сразу встанет все на листа, да. В каком состоянии цилиндропрошневая группа? Да, тоже. Иной раз звонят клиенты, говорят, посоветуйте, пожалуйста, дело в том, что у меня уже пробег большой. Мне, может, масло погуще? Я говорю, хорошо, давайте. Ну, и начинаем разбираться. Ну, вот, современный моторчик нормальный, да, там, 5.30, это для него самая отдельная вязкость. Я говорю, большой это сколько? Ой, уже 130. Где же много-то, да? Я говорю, расход масла есть? Он говорит, нет, нету. Я говорю, ну, не надо перегружать свой мотор личной вязкостью, да, 5.30 уже дает, там, суперскую защиту от износа и не дает лишней нагрузки на двигатель, на масляный насос, ну, как бы двигатель в полной мере разворачивает свой КПД. Не надо. 5.30 обеспечит абсолютно все и добавит еще, там, хороших элементов, да, в виде легкой раскрутки моторчика. Я говорю, вы знаете, у меня, там, пробег больше 200 тысяч, я не доливаю от замены, замена ни грамма, да, и по уровню масла там почти не уходит, ну, так, миллиметр 2-3, может, там просто от расширения тепла, да. 150, 200, это откровенно немного. Даже если 300-400, ну, к сожалению, таких моторчиков мало осталось, но при правильном подходе, при правильной эксплуатации мотор будет ходить очень-очень долго. Эльдар, понятно, масло заливается у тебя, производителя ноуса, а подскажи, пожалуйста, как часто ты рекомендуешь менять людям масло по пробегу, по моточасам, в общем, твои рекомендации по интервалу замены масла и почему? Ну, всегда такой сложный, однозначный вопрос, ну, точнее, для меня простой, однозначный, да, для автолюбителей, несмотря на то, что много материалов, до сих пор, там, такой гвоздь. Надо понимать, что один и тот же продукт, на примере Титана, да, в одном моторе 200-250 часов, это уже край, его надо менять, да. Мотор у Питц Месл есть, так называемый. Например, да, ну, есть, да, где маленький картер, большая теплонагруженность и что-то еще, даже отбросив там в сторону варианты пробегов, трасса, город или что-то еще, все, там масло настолько деградирует, настолько себя вырабатывает, отдает себя мотору, что 200-250 это максимум, и наоборот, да, есть моторчики, которые позволяют 300, 350, 400, а масло еще будет живое всегда, моточасов, да, поэтому, безусловно, моточасы это куда более правильная категория по отношению к пробегу, да, потому что пробег нам не говорит о реальном количестве отработанного времени, но зависит не только и не столько от масла моточасы, да, сколько непосредственно от мотора и потом уже от таких категорий, где эксплуатируется, как эксплуатируется, как водитель ездит, что заливает, какой бензин, да, поэтому первое главное, надо ориентироваться на двигательный автомобиль и дальше уже рассматривать другие категории и станет понятно, какая самая правильная замена по моточасам по пробегу. А как мне это все определить? Вот я рядовой автовладельцы, я не знаю, как мне это делать. Мотор у меня убийца масел или он наоборот очень к нему нежно относится, я могу ездить 400 мотачасов. Как, как вот эту информацию, откуда ее получать? Да не откуда, дело в том, что производитель что пишет? Интервал замены 10 тысяч, 15, да, если у вас сложные условия эксплуатации в половину, при этом как для тяжелого двигателя, который быстро вырабатывает масла, так и там для вполне себе нормального двигателя, и там и там рекомендация 15 тысяч. Автолюбитель, если сам не начнет этим заниматься, не разгребет. Но в том числе можно обратиться к нам напрямую, да, и мы посоветуем, что хорошо, что плохо. Или классический пример, ну, то, что называется сила массы, да, подключаться на форум, наверняка найдется или экспертиза с данного мотора, или кто-то из форумчан, кто такой же моторчик, да, и он поможет выбрать правильный трал замены, правильная замена моторчаса для данного конкретного автомобиля. Ну, это, пожалуй, будет, наверное, самым правильным. Друзья, мы всегда стараемся поощрять тех людей, которые потратили в свое время, получили полезную информацию, какую-то интересную информацию, досмотрели практически до конца, да. И, Ильдар, давай аудиторию за это поблагодарим и какой-нибудь такой розыгрыш, что-то, да, ну, что-то надо сделать. Я предлагаю следующим образом поступить. То есть, те, кто хочет получить продукцию марки Ноус, но, допустим, не доверяют, либо хотят проверить как-то качество продукции, пишите, какой тест, эксперимент, ну, только чтобы он был объективно реализуемый, да, куда-то залить, там, как-то протестировать, пишите. А Ильдар тогда зайдет, почитает комментарии, выберет два-три лучших, на его взгляд, эксперимента. На YouTube-канале у себя его реализуете. Ну, а пока это все делается, люди получат от тебя тогда масло, которое смогут протестировать, либо уже протестировали и хотят его заливать. Согласен? Ну, пусть это будет, да, какое-то предложение, чтобы людям хотелось увидеть, какой тест или, там, какой эксперимент масло должно пройти, да. Что-то вроде как мы заливали, там, БРС или что-то еще, может, какие-то другие категории. Пусть что-нибудь интересное предлагается. И да, выберем несколько лучших и примируем заливкой масла. Ильдар, спасибо большое за интервью. Спасибо, что согласился найти время, пообщаться. Спасибо, что пригласили. Пожалуйста, с аудиторией. Желаем тебе успехов в бизнесе. Будем рады участвовать в этом эксперименте по разбору мотора. Посмотреть хочется своими глазами. Ну, и напоследок, какая-то краткая мысль, философия бренда на путстве ребятам от тебя. В добрый путь. Друзья, мало кто знает, да, на самом деле расходы на смазочный материал автомобиля – это 1-2% о стоимости всего ремонта автомобиля. Поэтому не стоит на них экономить никому образом. Зато есть огромное количество проблем, когда начинаются раскоксовки, димексиды. Это все связано только с тем, что заливается не самый качественный продукт или не соблюдается интервал замены. Выбирайте хорошие продукты, вовремя меняйте, и ваш двигатель скажет вам спасибо. Спасибо.